Мы аккуратно погрузили мясного человека на 91 метр. Костюм удерживает. А теперь прекратим подачу воздуха и посмотрим, плющат ли его. Итак, вы готовы обрезать линию, увидеть, что произойдёт? Да. Три. Два. Один. Вот так. Пора плющиться. Смотри. Ой, что происходит, смотри. Вот это да. Мясной человек целиком в шлеме. Обалдеть, кажется, шлем растрескался. Голову даже не видно, потому что там кровь и плоть. Получилось. Кошмар. Да, эффект от прекращения подачи воздуха был не совсем мгновенным, но когда давление воздуха полностью упало, вступили в действие физические законы перепад давления в мял мясного человека в его шлем, как и предсказывалось мифе. Я думаю, не стоит его даже поднимать. Нет. Давайте оставим его там. Только посмотрите, кто думал, что так будет. Смотри на стёкла. В шлеме ничего не видно, кроме мяса и крови. Как взрывом туда вдавило невероятно. Кто будет отмывать костюм? Не я. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что произошло с водолазом. Вот это да! Хлем полностью заполнен. Смотри, кишки и желудок в шлеме. Миф полностью подтверждён, никаких сомнений. Подтверждён. Я так ожидала, просто соки выдавятся, но не думала, что вот это всё так медленно поднимется в шлем, и потом бах, как будто взрыв внутри костюма. Совершенно неожиданно и потрясающе. С ума сойти. Суть здесь в перепаде давления. Костюм может выдерживать огромное давление, когда оно уравнивается. Стоит убрать давление, внутри всё. Вот всё, что осталось. Я видел это своими глазами, до сих пор не могу поверить, что это случилось. Миф полностью доказан.